Хей, всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер! В сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим самый настоящий Майнкрафт в Майнкрафте. Заинтересован? Тогда липи лайк и погнали! Ну что ж, друзья, я могу вам сказать 2000 лайков под этим видеороликом и я обязательно в ту же секунду выложу ссылочку на скачивание этой огромнейшей карты в описании. Так что не поленись и поставь этому видеоролику большой палец вверх, бро! Окей, друзья, я думаю, мы можем уже приступать к обзору самой карты, что она из себя представляет. Ну, во-первых, это вот такое вот огромное количество, огромная территория, различные слоты. В общем-то, здесь всё очень жёстко и проработано. В чём сама фишка карты? Сейчас я вам, конечно же, ребята, всё похожу. Ну, во-первых, это огромное количество различных механизмов, которые всё будут приводить в действие. Эта карта на самом деле довольно-таки старая, то есть она была там ещё на версию 1.4.7, 1.5.2, в общем-то, древняя карта. И, как вы понимаете, реализовать по-нормальному Майнкрафт в Майнкрафте было невозможно. Будет, конечно же, круто, если после просмотра моего видеоролика какой-нибудь из русских редстоунеров вдохновиться, например, да, на создание чего-нибудь большего уже в новых версиях, так как в новых версиях можно сделать гораздо более что-то крутое, чем нежели в том же 1.5.2. Так вот, друзья, но, тем не менее, мы появляемся вот на такой вот карте. Тут мы можем с вами вздревнуть, но так как сейчас день, я не могу спать. Итак, друзья, тут у нас выбор нескольких блоков, которые мы с вами будем вставить, но немножечко об этом попозже. Самое главное, здесь у нас есть карта, любую из них мы с вами берём и открываем. И что же здесь мы можем с вами видеть? Пока что ничего, для начала давайте нажмём на кнопочку Power, чтобы запустить процесс. И, как вы можете видеть, у нас сменилось изображение. Теперь это красный человечек, да, действительно. Как вы видите, на карте у нас отображается маленький красный мы, который мы с вами сегодня будем управлять. Скажу вам, да, действительно, это очень удивительно. Сделать такое в Майнкрафте, по-моему, это безумие. Но, тем не менее, это безумие просто такое мега оригинальное. Так вот, друзья, давайте для начала, для начала попробуем куда-нибудь с вами пойти, в какую-нибудь сторону. За то, чтобы двигаться, у нас отвечают вот эти кнопки. Также они позволяют нам ставить блоки, но обо всем немножечко попозже. Начнём, пожалуй, с того, как ходить. Окей, друзья, сейчас мы находимся вот на этом вот блоке. Затем, давайте, пожалуй, нажмём куда-нибудь, например, вот сюда. Мне интересно, что будет, потому что для меня это вообще дикий рандом. И, как вы можете видеть, мы начинаем очень так плавно передвигаться. В общем-то, друзья, в чём фишка? Так как это старая карта, здесь старые технологии. Здесь всё абсолютно основано на различных спавнерах, поршнях и всём таком прочем. Короче, друзья, каким-то чудом мы с вами двинулись. Но это ещё не всё. Давайте попробуем ещё чутка с вами продвинуться. Для этого, опять-таки, нажимаем на правую часть. После чего, друзья, у нас начинается очень долгий процесс передвижения. Как вы понимаете, там всякие механизмы, всё это дело у нас обрабатывается. И да, как вы можете видеть, я ещё чуть-чуть передвинулся. Да я уже прям близко к цели, друзья. Давайте теперь попробуем с вами поставить какой-нибудь блок и на него уже с вами залезть. К примеру, давайте возьмём лестницу. Итак, то есть, становимся сюда, нажимаем на лестницу. Она у нас, как видите, выбирается. То есть, загорается у нас соответствующий индикатор. То есть, выбран необходимый слот у нас в Майнкрафте, который находится в Майнкрафте. Это безумие. Так вот, друзья, давайте сейчас попробуем поставить блок. Для этого становимся сюда и нажимаем, опа, вот сюда. Отлично, теперь ждём, когда блок поставится. И да, как вы можете видеть, наша лестница поставилась. Её символизирует вот такой вот жёлтенький пиксель. Окей, друзья, что мы можем сделать затем? Давайте ещё разочек передвинемся вправо, дабы залезть на эту лестницу. Ах да, действительно, я же часто ходился на этой плите. Не стоило мне на ней находиться. Давайте ещё разок её поставим, после чего поднимемся на эту лестницу. Всё, найс, ребята. Она у нас поставилась. Теперь залезаем на неё. И да, как вы можете видеть, мы уже близко к цели. Ещё один шаг нам предстоит сделать, а именно вот сюда нам запрыгнуть. Короче говоря, сейчас мы будем пытаться залезть на вот этот вот холмик. И что же, друзья, мы с вами можем видеть? Действительно, мы забрались на эту лестницу каким-то чудом спустя 5 минут. Хорошо, друзья. Теперь давайте попробуем запрыгнуть вот на тот вот зелёненький пиксель. Да, вам, возможно, это не очень хорошо видно, но тем не менее, друзья, давайте попробуем это сделать. Для этого мы опять-таки нажимаем на эту кнопочку и ждём опять 5 минут. В общем-то, друзья, на слабые компы, я думаю, эта карта особо не пойдёт. У меня не самый, конечно, мощный компьютер, но тем не менее, более-менее нормальный для того, чтобы эту карту запустить. Ну, сами понимаете, куча спавнеров, куча различных поршней, ребята. То есть, если у вас ком более-менее нормальный, то обязательно качай эту карту по ссылочке в описании. После 2000 лайков. И да, пока я болтал, как вы можете видеть, я ещё на один пиксель запрыгнул. Ребята, мы сделали это. Давайте также нажмём вот сюда, чтобы, как вы понимаете, вот, то есть, сделать прыжок, то есть, перепрыгнуть через блок, вот, который у нас здесь зелёненький. Да, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Ну и далее, друзья, я думаю, нам нужно попробовать ещё каких-нибудь блоков поставить. Вот да, это чудо совершилось. Теперь, друзья, давайте попробуем что-нибудь с вами поставить. Здесь у нас есть несколько видов блоков. Это, во-первых, сыпучий песок. Мне интересно, он вообще будет сыпаться, ребят. Я думаю, что в этом видеоролике я не буду это проверять. Давайте что-нибудь такое оригинальное. Например, вот эту воду. Я надеюсь, что это у нас вода. Итак, кликаем вот сюда эту кнопочку. После чего у нас перебегает индикатор прямо-таки вот сюда. Друзья, затем мы становимся вот на эту плиту. После чего смотрим внимательно, куда мы можем поставить. Например, вот сюда. Итак, кликаем. После чего, друзья, у нас начинается самая настоящая анимация заливания всего водой. Да, действительно, ребята, всё это дело у нас заливается водой. Я просто не представляю, как они могли это реализовать. Я понимаю, вот эти все пиксели, там, поставка блоков и всё такое. Это безумно трудный процесс. Но, бляха-муха, сделать так, чтобы разливалась вода, всё это реализовать, это просто шигардос, ребята. Хорошо, друзья, я предлагаю вам сейчас немножечко полетать по самой карте и повосхищаться механизмами. Для этого для начала пропишем команду timesetday. Окей, у нас включается день. Ну и давайте смотреть, что же у нас здесь было. А у нас здесь была какая-то непонятная хренатень, которая... Офигеть, друзья. Вы только представляете. Представьте себе, какой это был геморрой всё это создавать. Все эти штуки строить, клонировать, возможно, как-то всё это придумать. Все связать в единую концепцию, друзья. Это просто вау. Я никогда до этого момента ничего подобного не видел. Вы представьте себе, вот просто, прикиньте, запрограммировать Майнкрафт в Майнкрафте. Не, я вам серьёзно говорю, скоро можно будет в Майнкрафте запускать там GTA 5, да, без единого лага. То есть в Майнкрафте, в кубаче, да, запустить мега офигительную игру с крутой графикой и действительно в неё гамать. Не, ну серьёзно, ребята. Это просто охренеть. Сколько, сколько здесь механизмов, сколько часов работы было положено на кон для того, чтобы всё это дело работало, для того, чтобы мы сегодня с вами могли оценить эту карту. Это просто вау. Не, серьёзно, ребят. Я просто в шоке. Я до сих пор облетаю эту огромную-огромную площадку и не перестаю удивляться. Так, смотрите, там ещё продолжение внизу. Охренеть. В общем-то, друзья, на этом всё. Сам ты, конечно же, сможешь всё это опробовать, посмотреть, потыкать и поуправлять таким маленьким пиксельным человеком после того, как под этим видеороликом наберётся 2000 лайков. Ребят, для этой карты 2000 лайков это просто ничто. Да за эту карту нужно как минимум 10 тысяч ставить, а я вас всего лишь 2К прошу. Так что не поленись и обязательно поставь этому видеоролику большой палец вверх, бро. Также предлагайте для следующих видеороликов в комментариях. Пиши в комментах, понравился тебе этот видеоролик или нет. И обязательно подписывайся на мой канал. С вами был я, Скрипер. Всем удачи, всем пока, ребят.